Здравствуйте, туристы и милитаристы! Большое, но необходимое вступление. Не так давно я рассказал вам историю Брайана Варгу и познакомил с ножом Варгу Саббата, а заодно убил его кончик на кокосинге совершенно по беспределу. Нож очень неплохой, легкий, технологичный, с красивым дизайном, вписывается в концепт компании, но по-настоящему начинаешь понимать, что такое Варгу, когда знакомишься именно с их снаряжением, с их посудой. И вы знаете, очень быстро начинаешь понимать, что есть снаряжение на самом деле и посуда для туризма, а есть снаряжение и посуда для туризма от Варгу. И очень быстро начинаешь понимать, за что такие деньги. кстати говоря о деньгах с учетом логистики цен проще всего брать варку конечно в ламнии так вот ребята делают свою продукцию с расчетом на самых требовательных легкоходов на альпинистов там профессионалов считающих каждый грамм снаряжения я вот альпинист но реально начинаешь сразу понимать что и почему когда курьер те приносят пустую картонную коробку курьер приносит большую пустую картонную коробку открываешь эту пустую коробку она набита доверху всякими разными полезными вещами распаковываешь эти вещи и понимаешь что тут дело не только и не столько в легком титане сколько в принципе вот как это пафосно не звучит в инженерии в дизайнерской мысли в опыте в огромном опыте воплощена вот в каждой там петельки в каждой прорези в металле вот в каждой детали тут знаете ребят реально начинаешь становиться романтиком как щепочница как щепочница может стоить 54 евро может для меня это перебор вот говорю честно даже не для меня в плане там мои финансовых возможностей а для моих психологических лимитов нужности вещи в соответствии с ее стоимостью то есть для человека который считает каждый грамм нет не перебор и здесь прикол на самом деле не только в граммах в сложенном виде она в чехле посмотрите вот на самом деле щепочница она напоминает рождественскую открытку в конверте и даже скорее не открытку знаете такую книжку раскладку с учетом того где детскую знаете под раскладываются с учетом того что она раскладывается вот таким вот образом буквально на весу раз в один пас попал хоп второй пас попал 3 все щепочница готова вот вам пожалуйста щепочница то есть и вот вам пожалуйста дверца для сравнения та же совота щепочница на лам не стоит тридцатку там и выше в зависимости от размера а их как бы трудно сравнивать на самом деле еще один момент компания варку производящие вещи для по сути бушкрафтинга вот если так вот взять там какие-то огниво щепочницы фляжки она посылает в жопу саму суть бушкрафтинга потому что суть бушкрафтинга состоит в том чтобы как следует оттрахать себе мозг в единении с природой вырезая ложки высекая искру в огненное перо сооружая шалаши и вытирая жопу берестой и получает этого просто огромное удовольствие то есть философия брайана варгу и его команды в том чтобы сделать бушкрафтерские вещи максимально утилитарными удобными для профессиональных туристов не для бушкрафтеров что сейчас скорее всего бушкрафтер какой-то напишет мне в комментах а я купился щепочницу за полтора бакса на алике и доволен я не знаю что напишет профессиональный турист я сам не дорос до такого уровня туризма и вряд ли дорасту если честно я просто кайфую от представившейся возможности поюзать вещи которые создаются именно для профессионалов для вот тех вот самых которые вот прям вот считают каждый грамм схема будет простая ребят я вам показываю девайс сейчас вот в нормальном освещении говорящими руками а потом провожу его испытания на природе и начнем мы именно с щепочницы vargo hexagon titanium wood stove я вам уже показал как это все красиво высота 101 миллиметр диаметр основания 127 миллиметра диаметр верха 76 миллиметров то есть если вам нужно будет поставить какую-то маленькую совсем посудинку сюда просто берете два металлических каких-то штыря и на них вот так вот ставите какую-то бутылочку хотя мне кажется что меньше по 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 диаметру у меня принципе и нет ничего толщина стенок 0,76 миллиметра вес 116 грамм и есть стальная версия весом в 210 грамм на самом деле ребят здесь но сама печка состоит вот из стенок перфорированного дна для того чтобы все сделано для того чтобы здесь такие вырезы чтобы шел вот этот вот естественный скажем поддув естественная вентиляция во время горения ясно понятно что здесь дверца вот это открывается для того чтобы добавить сюда давайте в камеру то поближе покажу для того чтобы добавить сюда именно добавлять те самые вот щепочки сейчас погодите только взяла и разобралась сразу хоп в остальное время можно закрыть и все это горит внутри что еще да пожалуй здесь все щепочница как щепочница здесь именно весь ее прикол ну ладно том что она весит там 100 грамм я повторюсь вот для меня лично это но не принципиально потому что я еще не дорос до такого уровня я еще не научился считать каждый грамм но то что она вот таким вот образом раз в одно движение хоп складывается в одно движение брюки превращаются вот и чехолчик моментом все чехле эту печку можно носить я не знаю там ладно пофиг там в рюкзак это понятно но вы можете если у вас например брюки каргу совершенно спокойно печку щепочницу положить себе в боковой карман брюк и даже не заметить абсолютно что она у вас лежит не по весу не по объему именно то что вот она складывается она не состоит из многих частей которые нужно там кто-то экономит грамм кто-то экономит время сейчас раз то я как-то совсем уж слишком тороплюсь так хоп хоп все готово дело класс давайте теперь смотреть что у нас там получится на природе так ну что у нас здесь сегодня невероятно просто невероятно просто невероятно ветрено холодно мы вышли весенний пикник попали в начале в конкретно затопленную местность я очень по достоинству оценил рабочее качество своего автомобиля kia партечко который реально просто вот camel trophy устроили в брод там переезжали ничего так значит по мне так для вот этого розжига самый простой вариант носить в чем это обычные от kinder сюрприз вот яйца такие капсулки то что достаточно плотная сюда поместится штук пять раз я не не буду говорить что она там абсолютно не промокаем а но это удобно я просто в карман положил и все так ну и в соответствии с инструкцией взяли распушили это моя волшебная дудка здесь слишком плотно все загрузил выбросим лишнее недостаток щепочницы кстати говоря том что здесь для того чтобы постоянно был огонь мало того что нужно ну давай так вот сделаем ставим вот факел вот это я понимаю вот это я понимаю так сразу раздвигаем шайтаду машину чувствуешь запах такой для того чтобы она нормально функционировала самого начала лучше озадачиться щепочками именно нужной длины тогда у нас получается действительно она полна практически щепок и можно набросать их полную эту штуку греть на ней ризотто со свининой и шампиньонами из французского сухого пайка суточного дымком пахнет дымком пахнет правильно говоришь сейчас через одну секунду вот и в чем именно прикол вот этого вот огниво от варгу здесь видите это называется люксорный я бы сказал так розжиг огня тут тебе и труд мгновенно вспыхивает то тебе и сверх легкая щепочница и если нужно поддать газку раз поддаешь так что чертям тошно станет все а теперь как говорят у нас на елисейских полях бон аппетит и и и и и и и и и Продолжение следует... 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 Теперь моя жизнь не будет прежней Как я до этого справлялся Не понимаю даже То есть по большому счету С такой штуковиной Даже вот я сейчас уже Не наструганный, а такие Которые подобрал здесь Дровишки побросал Видите, они не хотят гореть Но мы их сейчас По любасу заставим Офигенно И закроем дверцу Как вы видите Ризотто мое уже тут Кипит вовсю В общем По выводам Да Денег стоит Но здесь действительно Совершенно свои Свои приколы Свой уровень Вот так Спасибо за просмотр Всего доброго Увидимся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok